Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Друзья, всем привет! Вы на канале Катя Рыбалка. Я сегодня нахожусь на таком красивом лесном озере. Это место, которое вы, дорогие подписчики, нам с Сашей подсказали. И Саша здесь был на рыбалке, ловил здесь карпов. И оказалось здесь очень много линя. И сегодня мы приехали именно за линем. Так, начинаем быстренько раскладываться. Сейчас хотим определить зону лова на часах буквально начала шестого утра. Но, как вы видите, уже солнце шпарит вовсю. Озеро небольшое, время ограничено. Поэтому сейчас с помощью дипера определим зоны ловли. Вот Саша уже его подключил к телефону. Как вообще работает дипер и что это такое? Это вот такой вот маленький портативный эхолот, который по Wi-Fi связывается с вашим телефоном. И показывает вам изображение своего сканирования. Это сейчас, пожалуй, самый маленький и самый точный эхолот, который только существует. Значит, смотрим. У нас температура воды 27 градусов. Глубина 2,5 метра. Есть ил на дне, но в целом дальше оно твердое. То есть, чем более яркий цвет рисует на дне дипер, тем более твердая поверхность. Это что-то какая-то рыба, наверное. Вот пошла рыба. В толще воды 1,40 метра. Первое обнаружение рыбы. Ага, так ближе к центру водоема появилась рыба. Как видите, в принципе, дно ровное. 2,40 метра показывает везде. Вот еще рыбка ближе к дну. 2,30 метра, да? Как таковых каких-то аномалий нет. О, вот смотри, посередине озера. Вот тут больше рыбы, но в толще воды стоит. Одна у поверхности. Вообще на 70 сантиметров от поверхности. Небольшой подъемчик, небольшая обровка 2,10. Ребята, в таких ситуациях, где как таковых аномалий нет, и рыба рассредоточена весьма, то есть тоже привязки рыбы к чему-то нет, то чаще всего мы просто выбираем точку, кормим ее и ждем, что рыба туда придет. Для того, чтобы дипер связать с вашим телефоном, скачивается вот это приложение, называется Fish Dipper, или в Apple Store, или в Google Play, если у вас Android. И вот к любому девайсу он коннектится. Смотрите, данный эхолот рисует не только дно обнаружения рыбы, температуру воды и твердость дна, но и рисует карту водоема. То есть сейчас вот здесь, там где дипер прошел, он прорисовал карты глубин. Мало того, у него еще есть история ваших поисков и ваших поимок, если вы отмените, конечно же, точку. Ну, видите, он прорисовал более глубокие и более мелкие участки. И вот за движением дипера прорисовывается карта. Это значит, что можно как больше оббросать свою зону лова и знать все, что находится в зоне вашей досягаемости. А, например, с лодки можно прорисовать хоть целое озеро, хоть весь водоем, сколько вам не лень будет плавать, столько и будет рисовать дипер. Ребят, это моя первая рыбалка с новым обновленным дипер Чирп плюс 2.0. Что в нем изменилось, помимо дизайна, как вы видите? Усиленная батарея и улучшенный Wi-Fi. Вот так он выглядит, этот шарик включается моментально, как только попадает в воду. Он заряжается, хватает его надолго. И, как вы видели, в использовании он супер простой. Так что, я думаю, сложности не возникнет. В комплекте идет вот такой сменный колпачок. Это для ночной рыбалки, конечно же, гарантия. Я обязательно оставлю ссылку, для того, чтобы, кому интересно, есть разные диперы, разные ценовой политики. Дипер плюс, дипер про, дипер про плюс. У всех в комплекте идут неопреновые чехлы. Это топовый дипер с системой Чирп. Здесь три луча. На таких маленьких водоемах мы часто рыбачим на пикера. Что такое пикер? Пикер это, скажем так, фидер с маленьким тестом и достаточно короткий. В данном случае Zemax Iron Feeder 9 футов до 30 грамм. Тем более, собрались ловить линя. Но данное удилище имеет хороший запас прочности. При условии, что клюнет трофейная рыба, крупный карп, это удилище справится с его поимкой. Подписчики говорили, что мы с Сашей вместе на рыбалку не ездим. Некоторые уже начали переживать, что мы поругались. Все хорошо, ребят, не переживайте. Просто бывает, ездим на рыбалку по отдельности, правильно, Сань? Сейчас, если я не убью ее до конца рыбалки, то все нормально. Это штырь не зря готовишь, что ли, такой? Если что, достал и жинку пробил, и все. Да, саху пробил. Придется вырезать теперь твои фразы. Или не вырезать, пускай люди знают, что ты рассказываешь мне. На данных удилищах установлены катушки Ибису. Это очень бюджетные катушки. В целом, как и весь этот набор. Ребята, у меня есть на канале отдельное видео. Это мы специально с компанией Zemax и Супермаркет Рыбалка собрали набор начинающих, можно сказать, скорпятников, любителей ловли на флет. Катушка плюс удилище плюс леска 300 метров плюс готовый монтаж на флет плюс две кормушки 1499 гривен. Сейчас перед вами вылезет где-то здесь подсказка. Также будет ссылка на это видео. Кому интересно, вы сможете ознакомиться с данным набором более подробно. Вот покажи кормушечку как раз. Сейчас кормушка такая на ледкоре идет сразу. Там есть и крючок. В общем, есть, ребят, все. Поскольку мы собираемся ловить все-таки ленька, то будем использовать именно кашку. Мелкую пылящую фракцию. В данном случае вот у меня есть флагмановская. Это из дешевой серии. Короб Метод Микс. Короб на ленька. Самое главное, ребят, сейчас лето, это чтобы было сладкое. Вы знаете, я в предыдущие две рыбалки пыталась ловить леня на творог. Потом творог с землей мешало. Там много подписчиков мне советовали разные вариации. Ну, не сложилось. Поэтому попробуем просто на сыпуку. И вот вторая будет... Вот так я вам покажу пуховку. Это серия Гранд. Это более дорогая серия от флагмана, разработанная. Нашим с нашим другом легшей пугачем. Она с зерновыми. Она тоже сладенькая. Вот. Просто будет сыпуха. Без каких-либо остальных добавок. Водичкой заливаем. Даем ей постоять. И все. А в кормушку замешаю, как обычно, в пелец метод микс баунти. В прошлый раз тут у Саши проклевывал на него ленок. Я думаю, что... Я думаю, так сработает. А там посмотрим. Почему еще я хочу использовать именно метод микс в кормушку? Здесь же, помните, ребят, кроме пелеца, есть вот такой активатор клева. Мы его в последнее время не использовали, так как хотели отсечь мелкую рыбу. Ну, ловили карпа. Лень все-таки это более мелкая рыба по сравнению с карпом. Я думаю, что сейчас этот активатор клева нам сыграет на пользу. Как замешивается метод микс, вы уже все видели сто раз. В эту баночку с пельцем добавляем ликвид, который идет в комплекте. Здесь половина баночки ликвида, которую мы второй половиной дополняем обычной водой из водоема. Запах Acid Pir me напоминает дюшес. Взбалтываем баночку. Добавляем ликвид в коробочку с пельцем. Это убираем, пока нам не надо. Плотно закрываем. В кастин-носадке будут такие маленькие, 8-миллиметровые папочки. Еще и подрезанные. Что мы делаем с активатором клевом? Эту баночку высыпаем в отдельную емкость. Так, ага. Тут в комплекте обычно идет такой мерный стаканчик маленький. Ровно два мерных стаканчика нужно добавлять в активатор клева воды. Ну, это где-то вот, наверное, вот так вот. И замешиваем его. Все. Ребят, в этом активаторе клева 16 разных компонентов. 16. Я его чуть переувлажнила, но это не страшно. Сейчас лето, он быстро подсохнет. Элемент карповой рыбалки тут все-таки присутствует, потому что закорм происходит с подовым удилищем. Такое потрясающее облако мути дает наша кашка. Я думаю, это то, что надо. Можете в комментариях написать, кто ловит льня на флет, как вы делаете это, как у вас это получается. Я очень хочу почитать. Давайте будем делиться опытом. У нас, кстати, с Сашей спот Кратус. Новый, это этого года. Отличный спот. Такие же есть две карповые палки. Очень мы довольны. Некоторые подписчики жалуются в комментариях, что много рекламы. Ребята, ситуация в том, что ты тут ходишь, не хочешь, ты показываешь, на что ты ловишь. Иначе что, получается, приехал, ничего не рассказал, на что ловил, как ловил, забросился, оп, поймал рыбу. Мне кажется, так даже будет просто неинтересно. Поэтому, ну, как-то так. Готовимся, готовимся, а пацать замочить. Как теперь всем этим пользоваться, ребят? Вот наш пелец готовый и наш активатор клёва. Берем нашу топтушечку. Кладем сюда сначала наш попапчик. Потом сверху присыпаем активатором клёва. Потом сверху пелец. Потом все вместе вот так вот трамбуем плотненько. И получается вот такая вот красота. Когда кормушка упадет на дно, сначала активатор клёва начнет пылить, создаст дополнительное облако мути. и там будет наш пелец, как, скажем, вишенка на торте. Вместе с попапчиком. Интересно. Ты что, даже нормально я кинула, да? Ребят, ну всё. Что мне нравится в такой рыбалке? Работа выполнена. Теперь сидишь и ждёшь поклёвку. Но раз в 15-20 минут нужно перезабрасываться. Такова рыбалка на флет. Если не клюёт, нужно, ребят, перезабрасываться. Сидеть, ждать по 3 часа рыбу, я думаю, это зря потраченное время. Спортсмены вообще перезабрасываются раз в 15 минут максимум. Учтите это. Как мы можем наблюдать сейчас на видео. Рыбка по водоёму гуляет. Какая-то поверхностная рыба. Это или толстолобики, или даже может быть веслонос. Видно, есть более мелкая рыба, а видно, прям аж волны расходятся такие от верхнего плавника. Торпеда идёт. А может быть, кстати, и белый обор гуляет по поверхности. Тоже так бывает. Проклёвки нет. 15 минут. Перезаброс. Пока что-то не у нас полностью провести свингер. Там ничего нет. Вы знаете, это как назло. Вот только подошла перестопнуть камеру, что снимала тут поклёвку, и в этот момент полностью опустился свингер. Но на видео видно, что правый синий свингер в нормальном положении, левый опущен. И появилась полная слабина. Я подсекла, но там уже ничего и никого. Ну, радует хотя бы, что была первая поклёвка. Так, ребят, получается, итого прошло уже около часа после заброса. Первая поклёвка. Перезабрасывались уже четыре раза. Только одну удочку перезаброшу, будет пятый. Нормально, я опять выключаю камеру, чтобы перестопнуть, и поклюёт рыба. Ну, как так-то, ребята? Снимаю поклёвку. Час. Да, я увидела. Плынок это? Да, да, да. С коробочек и луички. Поменял, Саша, цвет по папчику? Вот, говорит, поменяется то папочка, будет рыбка. Лынок, ура! Класс, здоровый такой. Блин, ну ты видишь, мне с льнём не везёт. Опять вот, ну, лень, ну, не я, не я поймала его. Как это не ты? Ты и твоё? Вместе, но не я. Блин, какой красавчик. Топовый вообще пацан. Вот так, ребята, иногда банально подойдёт смена цвета, и рыбка сразу. Вот только произошёл заброс, я думаю, как раз перестопну камеру, так хочу вам поклёвку снять. Может, просто поклёвку не нужно снимать, я не знаю, либо я не везучая. Но первый лынок есть. Вот у нас поклёвочка, ребят, как я и говорила, камерой снимать нельзя, и палка уезжает. Опять в обратку пошёл. Видите, горит белый огонёк. 100% лынь, вот так клюёт, мы уже поняли. Наверное, не засекла. Среди всей рыбы, что когда-либо ловила, именно линя я люблю ловить больше всего, потому что для меня это самая сложная рыбалка. Линь очень осторожный, очень умный, хитрый соперник, и поймать его надо приложить усилий. Не было ещё ни одной рыбалки у меня линёвой, чтобы была какая-то раздача, чтобы он клевал как дурной и брал всё подряд. Нет, это не про эту рыбу. Будем менять поводок. Крючки, возможно, затупились из прошлой рыбалки поводки. Так что, ребят, не ленитесь. Вот такой крючок. CarPro White Gap. Это восьмой номер. Это не линь. Это карп, да. Это, ребята, не линь. Явно. Это карпик. Убирается. Смотрите, как он гнёт пикер. Вот так вот. Когда большие рыбы клюют на какие-то снасти, они их в бублик сворачивают. Вообще не хочет сдаваться. Хорошо у нас тут леска 0,3. Вот так вот. Продолжение следует... 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 рыбу, в том числе карпа, чтобы целенаправленно половить линя. Ну как видите, цепуха карпа тоже по душе. Самый настоящий сазан, длинный, прогонистый, бойкий, в подсаку не хотел идти и начал так стартовать под вымосткой, просто. И вот у нас снова линевая поклевка, он опустил свингер, но как показывает практика, подсекать нельзя. Линь рыба осторожная, или ему что-то не понравилось, или он там еще пробует. На поплавок линевые поклевки могут длиться 10-15 минут, когда ты ловишь его на червя, и он то подбрасывает поплавок, то подтапливает. Но вот пока он не повел поплавок, подсекать нельзя. Здесь, в принципе, та же система. Нужно дождаться, когда он утянет наш попавчик, а может, конечно же, и не утянуть. Пока сижу, жду, наблюдаю. Вот опять потяжечки. Есть. Вот так вот, ребятки, побеждала. И вот он сел. Это, я думаю, точно линь, потому что явно сопротивление не карповая. Поклевка тоже линьевая. Это линь. И вот он перешел. Ой, такой красивый. Линь достойный боец, ребята, смотрите, какая сильная рыба. Так что, ребята, хочу вам сказать свои наблюдения по рыбалке на линях за свою жизнь, скажем так. Привлечь линя на точку – это 30% всего дела. Самое сложное и самое основное – это его перехитрить и таки поймать. Рыба умная, осторожная и хитрая – это, считается, царская рыба. С линя варится сумасшедший вкусный борщ. Мы этого линя, конечно же, отпустим, борща не будет. Я, кстати, варила борщ еще с сомой, тоже очень классно. У линя очень такая нежная кожа, мелкая чешуя, которую можно даже не чистить при готовке. Красные безумные глаза. Вот такой, ребята, это интересный соперник. Ребят, я довольна как слон. Я охотилась за этой рыбой с начала этого года. Это моя третья или уже четвертая рыбалка на линя. И, наконец-то, мне удалось его поймать. Такое можно сделать по этой рыбалке. Ловить линя на флет можно. Он клюет на поп-апы, он приходит на корм. Ловить линя целенаправленно сложно. Все равно в прилове будет карп, карась, если он есть в водоеме. Ловить на флет только линя можно, если только линь есть в водоеме. Но чаще всего так не бывает, только в каких-то, наверное, хозяйствах, которые разводят линя. В целом, я очень довольна рыбалкой. Рыбалкой пять линьевых поклевок. Два линя были в мате. Хорошие такие, размер порядочный. Но я думаю, что все-таки удалось сделать то, что мы планировали. Еще плюс половили классных таких карпиков. И лысого поймали, и чешуйчистого, и даже карпокои. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Как обычно. И до скорых встреч на моем канале.